Жду среду в полке на рамках. Седан начинается со среды. Седан об структурных свитей в мире классической музыки. И бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерт классической музыки? Это очень невозможно. Приглашённые в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на радиоболком. Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья. Конечно, надо ходить на концерты классической музыки. Сейчас в Латвии нет такой возможности. Но, кстати, в Домском соборе начинаются онлайн-трансляции. Трансляции и концерты, которые должны были прозвучать вживую. Теперь их можно видеть каждый в трансляции. Но трансляция, конечно, это не совсем живая музыка, но на безрыбье и рак рыба. Сегодня у нас потрясающий гость Сергей Кузнецов, российский пианист, доцент Московской консерватории. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Елена. Я так рада, что Сергей нас выключил, потому что у нас сегодня был запланирован другой гость, который, к сожалению, по семейным обстоятельствам не смог принять участие. И утреннее превратилось в такой большой забег, потому что найти интересного гостя, интересного собеседника не так просто. И я очень рада, что Сергей откликнулся. Потому что Сергей, помимо того, что играет замечательные программы, неординарные, он является и педагогом, плюс ко всему еще и интересным собеседником. Он писал в какое-то время и блоги на проекте СНОП, такой международный проект, но чаще его называют, конечно, российским. Ну и всегда очень интересно читать его публикации в Фейсбуке. Наверное, все сейчас перешли в Фейсбук, да, Сергей? СНОП, я так смотрю, вы совсем забросили. Да, вы знаете, на СНОП просто не хватало времени. А Фейсбук, поскольку можно писать не только для широкой публики, но и для друзей, у Фейсбука оказалось преимущество. Да, Фейсбук победил. Ну и, кстати, как вы пишете в своей публикации? У вас и много друзей, и в то же время очень много поклонников, и много людей, которые иногда просто добавляют непонятно, зачем нас. Вы каждый пост рассчитываете на своего друга или на совершенно незнакомого человека? Вы знаете, я стараюсь, каждый раз, когда я добавляю какого-нибудь друга, наверное, я рассказываю какой-то секрет своей кухни, не знаю. Каждый раз, когда я добавляю друга в Фейсбуке, я заношу его в какой-нибудь список. Либо, допустим, музыкант или не музыкант, или человек, говорящий по-русски, или не говорящий по-русски. И благодаря этому впоследствии, когда я что-нибудь публикую, я могу сразу определить, для какой аудитории, для какого подмножества из моих друзей эта публикация будет видна. Поэтому вот адресат я сразу определяю при публикации. Дорогие друзья, сейчас уже был маленький мастер-класс по пользованию Фейсбуком, потому что я более 10 лет нахожусь в этой социальной сети, и я об этом даже не знала. Вот что значит человек, который щедро делит своими знаниями. Кстати, Сергей и доцент Московской консерватории, и не все педагоги отличаются такой щедростью, чтобы передавать свои знания, научить всему, что умеешь сам, своих подопечных. И я так смотрю даже потому, как вы с нами щедро поделились информацией в Фейсбуке, что это к вам не относится, что вы, наверное, к своим студентам относитесь трепетно и пытаетесь передать все азы и все знания, которыми сами владеете. Да, это может быть недостатком, не знаю. Я действительно стараюсь вложить в голову студента сразу все. Разумеется, сразу все не получается, но желание есть, да. Если не получилось сразу все с первого урока, потом на втором уроке должно получиться. Кстати, многие педагоги до сих пор используют в своей практике унижение учеников даже в младшей школе. Недавно моя дочка, малолетка, пришла и сказала, вот там ее обозвала учительницей. Как вы относитесь к этому? Считаете ли вы, что все-таки это уже моветон унижать учеников на уроках, тем более музыке? Вы знаете, я должен сказать, что я в своей практике, то есть в своей собственной жизни, пока меня учили, потом вот пока я учу, я ни разу с подобным не сталкивался. Со мной мои педагоги всегда относились исключительно уважительно и почти что даже бережно. Поэтому мне, честно говоря, в голову не приходит как-либо унижать моих учеников. Я надеюсь, что, по крайней мере, с их точки зрения это выглядит ровно так же. Мне кажется, это совершенно ненужная вещь в обучении музыке. Ну и вообще, мне кажется, в каком-либо обучении унижение, мне это кажется, какой-то недодуманностью со стороны педагогов. Я не вижу причин вообще прибегать к этим приемам. А как вы считаете, родитель может повлиять на педагога, поговорив по душам с педагогом? Или все-таки это вот уже определенная культура? И вот я помню, когда я училась в музыкальной школе, мне так же, как вам, безумно повезло со всеми педагогами. Я никогда не сталкивалась ни с насилием, ни с унижением моей личности. Более того, начиная с колледжа, педагог по фортепиано Ирина Георгиевна Цыкунова, она обращалась ко мне всегда на «вы», то есть к 15-летней девочке. И то же самое всегда присутствовало в консерватории, где вся профессура, то есть насколько почитаемо, они ко всем студентам относились крайне уважительно. И для меня, конечно, очень странно, что я столкнулась, что бывает в музыке иначе. Я знала, что бывает в других сферах. Как вы считаете, возможно изменить? Или все-таки это, как говорят, человека не изменишь, и надо искать какие-то другие? Способ обучения ребенка. Вы знаете, я скорее склонен думать, что если педагог проявляет какие-то авторитарные... ...или какую-то вообще склонность, не дай бог, к насилию над ребенком, или просто к унижению ребенка, мне кажется, лучше поменять педагога. Я не исключаю, что возможны случаи, когда можно объяснить педагогу, и как поменять его зрение, убедить, но рассчитывать на то, что так удастся убедить любого педагога, я бы не стал. Поэтому при прочих равных, наверное, лучше поменять педагога в такой ситуации. Сергей, а как вы росли? У вас родители оба музыканты, сразу были погружены в эту сферу. То есть ваш путь был предначертан сразу с пеленок, или все-таки это ваш выбор стать музыкантом? Ну, вы знаете, меня, конечно, вначале стали, скажу так, мои оба родители пианисты, мама преподавала в Московской консерватории, и преподавала, когда я был маленьким. Конечно, меня вначале стали учить просто дома, каким-то азам игры на фортепиан, потом отвели в Гнесинскую десятилетку школу, где и мама училась тоже моя. Вы знаете, я так думаю, что меня решили учить музыке сперва на всякий случай, потому что, во-первых, это в любом случае очень полезно, очень развивает. И если бы я захотел выбрать другую специальность, то после какого-нибудь там пятого-седьмого класса школы я бы легко мог уйти в другую школу и получить другую специальность, получить другую профессию, с этим не было бы проблем, потому что общая подготовка в Гнесинской школе была очень неплохая. Но как-то так, наверное, повезло, что лет, наверное, с 12-13 я уже стал ощущать, что, пожалуй, музыка – это может быть мое. Я могу что-то в ней сказать, у меня есть что сказать в ней. И тогда я уже стал осознанно заниматься музыкой. Но получилось, что к этому моменту я уже примерно 6-7 лет уже занимался музыкой. Так что вот в этом была выгода, в том, что меня на всякий случай отдали учиться музыке. Ну, не разочаровались? Пока нет. Потому что многие, конечно, когда я училась в консерватории, я приехала сама из Оренбурга, и сначала и Москва, так сказать, поглотила все внимание. И потом очень многие в окружении стали говорить «музыканты, это непрестижно, музыкой не заработаешь» и прочее. И я помню, я стала отходить от музыки, и очень-очень многие мои однокурсники, и, скажем так, с моего курса очень мало людей осталось в музыке. Потом, правда, снизошло озарение, слава богу, и всего один год моего ухода от музыки я сразу вернулась. Почему это происходит? Почему люди так пытаются, я понимаю, как бы со своей точки зрения, разочаровываются в своей профессии, и кажется, что музыкой не заработаешь. Но мне кажется, что, в принципе, если ты хочешь, то любой профессии всегда можно заработать на хлеб. Но почему именно музыканты часто сталкиваются вот с этой парадигмой, что кажется, что если это музыкант, то или это, безусловно, огромные гонорары, как там Нетребко, Мацуев, или там многие, как вспомним, одного из ваших любимых композиторов, Франца Шуберта, который влачил жалкое существование. Ну, вы знаете, может быть, дело здесь в том, что музыка – это все-таки не только профессия, но иногда становится, сейчас я включу режим музыкопадного высказывания, иногда музыка становится призванием, банальным искусством, а тут иногда оказывается, что приходится этим заниматься просто ради собственного таланта. Я сейчас говорю не о себе, но вообще о многих музыкантах. Да, конечно. И вот я так думаю, что нередко получается, что музыканты ощущают свою обязанность перед своим талантом как-то продолжать заниматься музыкой, не только потому, что они обучены именно этой профессии, именно заниматься музыкой, но просто потому, что считали бы, наверное, предательством своего таланта полностью оставить музыку. Так что здесь, честно говоря, вступает в силу, мне кажется, не только соображение, чем можно заработать, но и то, что с точки зрения вечности вообще человек должен делать. Возможно, я сейчас немножко патетически высказываюсь, но думаю, что для многих это действительно имеет значение. Это действительно так, потому что я… Первое мое образование музыковед, и на выпуске известный музыкальный историк Лариса Евгеньевна Кириллина говорила, запомните, что каждый из вас может стать банкиром, бухгалтером. Бухгалтером, назвала еще каких-то пары таких престижных профессий. Говорит, ну ни один из тех, кто учился на бухгалтера или учился на экономиста, не сможет стать музыкантом. Это действительно так, потому что наше образование одно из самых длительных. Только представить, что мы учимся в музыкальной школе, 7 лет затем в колледже, 4 года, еще 5 лет в консерватории. Конечно, сейчас стали упрощать, особенно европейские школы, когда можно поступить и без среднего музыкального образования в высшую школу. Но с этим падает и, конечно, сам уровень образования. Сергей, а как вам удается совмещать и педагогику, и концертное исполнительство? Все-таки это очень большой труд и в той, и в другой сфере. Да, эта мысль, конечно, не очень новая. Они еще писали, конечно, Генрия Густановича, в своей знаменитой книге об искусстве фортепианной игры. Что вам сказать? Не знаю. В принципе, я ощущаю, конечно, что если уделять столько внимания, сколько хочется просто игре на фортепиано, то будет страдать преподавание, будут страдать мои студенты. И наоборот, если уделять моим студентам столько времени, сколько теоретически можно было бы, то на игру собственную не останется вовсе времени. То есть, мне кажется, оба этих занятия – это как газ, который занимает все возможное, все доступное пространство. К сожалению, здесь просто надо чуть-чуть чем-то жертвовать, может быть, с обеих сторон. К сожалению, я пока не вижу другого выхода. Просто как-то стараться немножечко ужимать с обеих сторон свое время. Мне хочется порой выгнать студента и сказать, сейчас я буду заниматься, мне завтра концерт. Ну, если концерт завтра, то, конечно, иногда хочется. И должен сказать, что студенты, наверное, такое вполне могут понять. Но чаще везет, и накануне концерта не приходится заниматься со студентами. Ну, а, кстати, как вы строите свои уроки? Я знаю, что в Московской консерватории очень много разных способов. Кто-то занимается индивидуально с каждым, там, каждый понедельник, четверг, в 8 утра. Ну, это 10 утра. Профессура обычно в 8 утра редко занимается. А кто-то собирает весь класс и с 10 до 6 вечера. Педагог работает, у него как бы студенты присутствуют одновременно в классе. Занимайтесь со своими студентами. Ну, вы знаете, у меня скорее из описанных вами подходов, у меня скорее первый подход. То есть у каждого студента есть четкое время, когда он ожидается, что придет в класс на урок. Другое дело, что, разумеется, я только могу приветствовать те случаи, когда студенты приходят не только за своим уроком, но и приходят послушать, как я занимаюсь с их товарищами, с другими студентами. Мне кажется, это, безусловно, очень полезно, причем для всех. И для того студента, который сидит за роялем и играет, и для того, который слушает. Но да, у меня скорее все-таки есть какая-то более-менее четкая организация уроков, когда у каждого студента есть свой урок. Вот почему вы выбрали такой тоже длительный путь обучения? Сначала и вот школа Гнесиных, затем консерватория, затем поехали в Вену, если я не ошибаюсь, да? Вы обучались? Верно, да, в аспирантуре в Вене. Да, после окончания консерватории еще обучались 4 года в Вене в аспирантуре, и потом еще параллельно продолжили также в аспирантуре еще в московской консерватории. То есть говорят, нет пределов мастерству, или вот какой вот пас, вот почему именно хочется все время учиться, учиться, учиться? Почему? Наверное, по той же причине, по которой обычно каждый здоровый музыкант хочет достичь вечно чего-нибудь еще в своей игре, в музыке, потому что приближение к совершенству бесконечно, и всегда есть, есть что узнать в музыке. Как говорил Рахманинов, жизни достаточно для музыки, но музыки, простите, наоборот. Музыки достаточно для жизни, но жизни достаточно для музыки. Поэтому, ну вы знаете, когда я учился, когда я поступал в школу, в консерваторию, это просто для меня было самим собой разумеющимся способом обучения, я ничего другого себе и не представлял. Но, вы знаете, я думаю, что вот эта вот схема обучения, когда люди учатся долго, 10 лет в школе, 5 лет в консерватории, подальше несколько лет в аспирантуре, это найдено неспроста. Мне кажется, здесь как раз используются те годы в жизни человека, когда он действительно наиболее эффективно может все-таки чему-то учиться, новому впитывать, запоминать что-то новое. Вот, поэтому я думаю, для любого человека имеет смысл максимально использовать эти годы как раз для обучения. Это действительно здорово. А расскажите еще, почему вы, как вы выбираете педагогов? То есть вы учились в консерватории в классе профессора Воскресенского, потом поехали поучиться другого педагога, и в аспирантуру вернулись опять к Воскресенскому. Просто на другой уровень перешли. И вот с чем связана такая вот взаимосвязь и вот такая преданность педагогу? Ну, Михаил Сергеевич Воскресенский, он для меня практически всегда был членом семьи, потому что я был знаком с ним с детства. То есть он со мной познакомился еще тогда, когда я его не мог запомнить. Мне было около года, потому что моя мама тоже училась у Михаила Сергеевича, потом была его ассистентом, и для меня всегда была совершенно естественна сама идея, чтобы пойти учиться потом в консерваторию к Воскресенскому. И так оно и случилось, и я этому очень рад, потому что он замечательный педагог, замечательный музыкант, и очень многое мне дал. Обучение в Венской, в аспирантуре Венского университета музыки у Олега Майзенберга, это был тоже мой выбор, просто потому что я безумно ценю и уважаю этого музыканта. Он, можно сказать, уникальный музыкант со своим почерком, со своим музыкантским лицом. И я счел, что вот его лицо, его почерк очень мне близки, как-то созвучны, и мне будет очень много чему научиться у Олега Майзенберга. В принципе, так и получилось. Как мне кажется, мне было очень полезное обучение в аспирантуре в Вене. И потом я все-таки решил, да, закончить свое совершенствование в аспирантуре в Москве, просто потому что мне показалось, что действительно, наверное, как вы предположили, что после обучения в Московской консерватории, потом еще в аспирантуре в Вене, достаточно, как бы, дало мне достаточный опыт, чтобы уже участь в аспирантуре в Москве, на новом уровне, как бы, с новым качеством понимать, что мне говорит профессор. Потому что, как я всегда замечаю, студенты на каждом курсе по-новому, по-другому понимают, кем ты говоришь. Поэтому вот опытность студентов при обучении – это очень важная вещь. Расскажите, какую роль сыграла ваша мама в вашей жизни, помимо вашего рождения? Потому что она пианистка. Как она воспринимала ваши успехи? Она везде вас сопровождала, как мама? Ездила она с вами на конкурсы? Или с вами ездили ваши преподаватели? Потому что это так интересно, когда у вас фактически семья, все в одном, не только музыканты, но, получается, и отец пианист, мама пианистка, вы пианистка, теперь еще и работаете в одном учебном заведении. Остановилось ваше становление под чутким руководством? Или она вас отдала педагогам просто? Ну, как я уже говорил, мама была моим фактически первым педагогом, начала что-то мне показывать на рояле, когда мне было примерно 4,5 года. Но потом она меня отдала Валентине Александровне Арестовой в Гнесинской 10-летке. Это тот педагог, у которого мама тоже училась в свое время. Но надо сказать, что здесь мама, мне кажется, провела себя очень мудро, и она доверяла Валентине Александровне Арестовой мое обучение. Конечно, мама где-то всегда была готова помочь, ей помогала во время моих школьных лет, но она не вмешивалась по-настоящему в учебный процесс. То есть она не старалась смешивать работу мамой и работу педагогом. Мне кажется, это очень мудро, когда музыкант не старается полностью управлять обучением своего ребенка, даже если это та же самая профессия. Что до конкурсов, то я в юности, в школьные годы, я не ездил ни на один конкурс, так получилось. У меня был план участия в одном конкурсе, но он отменился. И фактически я участвовал в конкурсах только уже в консерваторские годы, и ездил уже на них сам. Мама уже не присутствовала, не участвовала в этом. Ну, а, кстати, насколько трудно? Она же всегда, наверное, была в комиссиях, когда вы играли. Вот для вас имело значение, что, я имею в виду не в комиссиях конкурсов, а экзаменов, потому что она профессор Московской консерватории, и, естественно, когда вы играли на экзаменах, то она присутствовала. Вот как вы воспринимали, как педагога или как маму? Вы знаете, ведь в Московской консерватории такой порядок, что каждый педагог должен стать членом комиссии на одном из курсов в течение каждой сессии экзаменационной. Но, то есть, фактически у мамы всегда был выбор сидеть в комиссии какого курса. И я не помню, честно говоря, чтобы она хоть раз сидела в комиссии того экзамена, и на котором играл я. А, как интересно. Насколько я помню, она всегда сидела на экзаменах других курсов, как раз, чтобы не возникало конфликта интересов. Но, вы знаете, даже если такое и происходило, то, насколько я знаю, в подобных случаях мама просто воздерживается от голосования. Ведь я не единственный случай, когда в консерватории обучался ребенок, преподаватель консерватории. И, насколько я знаю, обычно в таких случаях старший в семье, преподаватель, он просто воздерживался от голосования по своему сыну или своей дочери. Мы с вами углубились, прошу прощения, именно в педагогику Московской консерватории. Давайте поговорим о вашем творчестве, о ваших концертах. Концерт у вас проходит, конечно, в стенах альмаматор Московской консерватории. Вы играете и по всей России, и Европе. Но программы очень интересные. То есть я, конечно, не беру с симфоническим оркестром, когда это традиционные, это, конечно, концерты для фортепиано с оркестром, но вот камерные программы, они всегда отличаются изысканностью и утонченностью. Например, шубертовский цикл. Почему именно шуберт? Почему вас так к нему тянет? Ну, проще всего сказать, что это просто один из моих любимых композиторов, и просто я с детства ощущал какое-то созвучие с миром Шуберта. Как-то мне его музыка всегда что-то говорила, что-то сообщала, поэтому мне всегда было интересно играть его музыку. Собственно говоря, еще до моего рождения моя мама записывала с 7-мульмажорную сонату Шуберта, поэтому в каком-то смысле я пропитан музыкой Шуберта еще до рождения. Поэтому я долго присматривался вот к идее того, чтобы сыграть все сонаты Шуберта еще во время обучения в Московской консерватории, и в какой-то момент оказалось, что в моем репертуаре уже присутствует какое-то не совсем маленькое количество его сонат, и я решил, что, кажется, пора, можно доучить остальные сонаты и, наконец, сыграть их как цикл. И, как мне кажется, это было интересно не только для меня, но и для публики. Вот именно услышать все эти сонаты вместе в одном цикле. Когда к вам пришла идея писать интересные аннотации к концертам, то есть такие преамбулы, которые, мне кажется, также способствовали тому, чтобы люди захотели пойти послушать концерты? Вы знаете, когда оказалось, что до ближайшего концерта остается, допустим, 3-4 месяца, и надо будет приглашать публику на свой концерт, вот тут и пришла в голову идея, что надо как-то рассказать потенциальным слушателям, почему они должны прийти на мой концерт. Естественно, самый прямой способ для этого – это рассказать, чем музыка, которая собирается играть, хороша и удивительна. Если при этом получилось написать интересные аннотации, что же, я только рад, но цель была просто познакомить людей предварительно с музыкой, еще с помощью слов. Если хорошо получилось, я рад. Действительно хорошо, потому что, кстати, дорогие слушатели, можете почитать на проекте СНОП, там есть несколько, совсем немного блогов, но очень интересных. Например, покинутая Дидона, Соната Клементи. И как раз в том концерте, где было приглашение в Московскую консерваторию, наш сегодняшний гость, доцент, известный российский пианист, доцент Московской консерватории Сергей Кузнецов исполнял произведения Шуберта, Клементия и Скрябина. Такой, на самом деле, изысканный состав. И все программы Сергей как раз такими отличаются. Сергей, еще у вас очень интересно было написано о себе в СНОПе «Вольный концертирующий пианист». Это, правда, был 14-й год. Удалось ли сохранить эту волю? Вернее, свободу. Вы знаете, когда я писал вот такое определение, я, конечно, ориентировался просто на английское слово «фриланс». Просто вольно-наемный, что ли. Но вольно-наемный звучит не очень красиво. Для человека искусства. Поэтому я решил написать просто «Вольный». До какой-то степени удается. Хотя, чем дальше, тем больше. Я ощущаю, что я в ответе за тех студентов, которых я приручил в Московской консерватории. И что им тоже надо уделять какое-то время, какое-то внимание. Поэтому, конечно, вольность моя, возможно, становится несколько относительной. Но, тем не менее, сохранилась концертная воля, да? То, что вы играете те программы, которые вы хотите. Или все-таки вас просят исполнять определенные программы? Ой, это, как говорится, когда вы знали, из какого сора растут концертные программы, не ведая стыда. Факторов очень много. Иногда действительно удается собрать программу полностью самостоятельно. При этом, опять же, причин для включения в программы тех или иных произведений может быть очень много разных. И банально то, что я когда-нибудь слышу какую-то пьесу, которая мне понравилась. И то, что, допустим, мне кажется, что пьесы, написанные рядом по времени разными композиторами, тоже могут быть интересны именно в комбинации внутри одного концерта. То есть даже при свободном выборе программы факторов очень много влияет на мой выбор. Плюс, конечно же, бывает, что организаторы концертов требуют чего-то более или менее активного, которое не всегда может совпадать с моими личными желаниями, но, как правило, я не против. А вот если поговорить о конечном, можно так сказать, грубо скажем, потребителе нашего искусства, именно слушателях, как вы думаете, есть ли какие-то способы привлечения нового слушателя, тех, которые еще не ходят? Потому что, в принципе, слушатели, которые уже познали вкус классической музыки, они всегда будут ходить на концерты и на самых разных исполнителей. А вот те, которые еще ни разу не были, которые думают, что классика – это невозможно скучно. Как вы думаете, можно ли найти какой-то способ для привлечения именно такой аудитории? Ну, вот вы знаете, отчасти как раз поэтому я стараюсь писать интересные аннотации к своим концертам, потому что я рассчитываю, что эти тексты могут увидеть гораздо больше людей, чем просто тот круг людей, круг тех людей, которые интересуются академической музыкой. Кроме того, я надеюсь, что, может быть, люди, которые совершенно случайно услышат какие-нибудь записи, не только мои, но вообще записи чьих-нибудь выступлений, в том числе через интернет, возможно, если это действительно кажется интересно, кто знает, возможно, это тоже как-то наведет людей на мысль, что неплохо было бы попробовать сходить в концерт академической музыки, классической музыки. Так что вот это, мне кажется, для меня в первую очередь основные инструменты привлечения людей – это вот тексты и распространение мы записываем. Вот наши слушатели рижские, конечно, не все ходят на концерты классической музыки, и, может быть, сейчас нас как раз слушают. Вот с чего бы вы посоветовали начать знакомство с классической музыкой? Каких, ну, вот можно сказать, одно, два, три произведения, которые можно набрать в Ютубе и послушать, и чтобы сказать, да, это интересно, можно исходить? Вы знаете, если у человека вообще нет совершенно никакого опыта слушания академиологической музыки, то мне, должен сказать, немножко возить. Возможно, я бы предложил начать с каких-то произведений с понятным сюжетом. То есть, может быть, это может быть какой-нибудь балет Чайковского, там, скажем, «Щелкунчик» или «Лебединое озеро», или, может быть, вообще какая-нибудь опера, не самая длинная и с не самым странным сюжетом. Возможно, даже опера, которую поют на понятном человеку языке. То есть, мне кажется, если будет привязка музыки к сюжету или к тексту, это очень может облегчить понимание музыки человеку, который впервые вообще решил послушать классическую музыку. А дальше, может быть, можно слушать песни, например. Опять же, текст помогает пониманию. Может быть, да, песня моего любимого Шуберта, если у человека будет перевод немецкого текста. Вот, мне кажется, вот это может стать ключиком к вхождению в классическую музыку. А дальше это могут быть концерты Моцарта, какие-то, может быть, симфонии Моцарта, небольшие пьесы Шопена, может быть, например, «Ноктюрны» или «Вальсы». Вот, мне кажется, такого рода пьесы уже могут как-то приоткрыть, приоткрыть дверь в классическую музыку. А сами вы любите ходить на концерты? Я сейчас думаю... Правильно, я скажу неправильно, вы на концерты любите ходить. Как часто, как вы можете, находите ли вы время, потому что действительно с вашей нагрузкой, когда вы сами много играете, и с безумной педагогической нагрузкой найти время очень сложно. Но все же, как часто можете найти время, чтобы сходить на концерт? В Московской консерватории это проще, там сразу минимум три зала концертных зала можно заглянуть. Да, конечно, иногда так получается, что я, отработав рабочий день в классе, консерватория, прохожу 200 метров и захожу, например, в малый зал консерватории и слушаю чей-нибудь концерт. Так тоже бывает. На концерты я ходить действительно люблю. Ходить получается, пожалуй, реже, чем хотелось бы, но примерно раз в неделю я думаю, я все-таки попадаю на тот или иной концерт. Раз в неделю это очень-очень хорошо, потому что... Но здесь, дорогие друзья, я все-таки вам скажу, что раз в неделю в условии, что ты фактически находишься дома. Московская консерватория действительно как большой дом и отработав целый день можно потом погрузиться в мир классической музыки, зайдя в большой зал консерватории или в малый, или рахманинский. И еще также есть зал Московского, небольшой органный камерный зал. И, кстати, когда я училась в Московской консерватории, мы студенты именно этим и пользовались. После того, как заканчивались уроки, мы отправлялись в один из залов, и студентам всем был бесплатный вход. И педагогам, наверное, это сохранилось. Все-таки педагоги также могут бесплатно посещать концерты. Да, конечно. Если концерт организуется самой консерваторией, а не посторонней организацией, педагоги проходят без проблем. Да, это действительно. И большой зал консерватории, и малый зал отличаются невероятной акустикой, и везде там есть фортепиано. И вот, кстати, Сергей, и в рахманинском, и в малом зале, и в большом. Какой ваш любимый зал из трех? Вот именно для сольных выступлений, где вам лично нравится больше всего играть? Сложно сказать. Пожалуй, вы знаете, играть мне приятнее всего на данный момент в малом зале консерватории. Потому что в нем, как правило, публика может расслышать все, что я хочу. То есть размер зала не требует, чтобы я как-либо играл, допустим, громче, чем мне бы хочется, как это бывает в большом зале консерватории. В куче пиана, да, да. Да, акустика, опять же, не требует, чтобы я что-то менял в своем прикосновении, как это бывает иногда в рахманинском зале. Так что с точки зрения удобства для исполнителя, это, наверное, малый зал. Да. Это действительно богатство, когда в одном учебном заведении собраны такие замечательные залы. На мой взгляд, все-таки это самые лучшие концертные залы, наверное, не только в Москве, но, наверное, во всей России даже. А есть ли какой-то город в России, в нашей огромной стране, куда вам нравится возвращаться и играть вновь и вновь? Помимо Москвы, конечно. Вы знаете, городов много и залов хороших вообще-то тоже сейчас достаточно много. Я могу, наверное, ну, конечно же, я должен напоминать Петербург, в котором есть большие и малые залы филармонии. Это залы с замечательной, удивительной акустикой, в которых любому исполнителю очень понравилось. Наверное, я должен также упомянуть, например, концертный зал Белгородской филармонии в городе Белгороде. Это недавно полностью перестроенное здание. Раньше это был какой-то обыкновенный дом культуры. ничего интересного из себя не представлявшись с точки зрения акустики. Но сейчас после реконструкции это зал с очень приятной акустикой, с очень хорошей публикой. Вот, наверное, Петербург и Белгород это первые залы, первые города, которые мне сейчас приходят в голову. Мне вот, когда вы рассказывали, вспомнился почему-то знаменитый педагог, который обучал пианиста Сергея и композитора Сергея Васильевича Рахмайнова и всех его подопечных называли зверятами. И он как раз перед тем, как всегда перед выступлениями своих подопечных уезжал на природу для того, чтобы дети отвлеклись от музыки и их выступление было, так сказать, на новой волне со свежими впечатлениями. Как вы готовитесь к концертам? Нужно ли вам накануне, понятно, что накануне вы не будете заниматься со студентами, но как проходит ваш день накануне концерта? Или в день концерта? Концерты всегда вечерние и обычно. Вы знаете, окей, у меня иногда бывало, что накануне концерта я как-то немножко отвлекался от подготовки и, грубо говоря, смотрел на небо и, может, вдыхал природу, так сказать. Но это может помогать действительно в подготовке, хотя, я должен сказать, что у меня обычно перед концертом выступает такой, то, что я называю предконцертный синдром, когда примерно в течение недели до концерта мне хочется заниматься 25 часов в сутки. И я при этом совершенно не устаю. Я действительно могу накануне концерта просто весь день прозаниматься, и это обычно никак не снижает мою концентрацию и, так сказать, свежесть в день концерта. Поэтому обычно накануне концерта я банально занимаюсь и ничего особенного не делаю. А в день концерта? Ну, примерно так же. Окей, в день концерта, наверное, лучше не заниматься 7 часов прямо с утра до времени выхода на концерт, потому что можно немножечко устать. Но заниматься, да, я занимаюсь, причем обычно в полную силу, не боясь не боясь особенно устать. А насколько вы чувствуете публику, когда выходите, играете, потому что бывает, что выходит, публика сразу сияет улыбками, ждет, бывает сдержанная, бывает настолько сдержанная, что аплодирует даже после первого отделения весьма скромно. Влияет ли на вас настроение публики или в первую очередь вы ходите, как говорится, пообщаться с композитором? Ну, у меня это скорее действительно второе. Я скорее, выходя на сцену, я думаю о самой музыке, которая где-то вот парит надо мной, как какая-то недосягаемая вершина. Думаю о композиторе, иногда воображаю, что он сидит в зале и слушает меня. Скорее так. Хотя, конечно же, я обращаю внимание на прием публики, на ее реакцию. Обычно я это ощущаю не сразу. Где-то в начале концерта, особенно если это не Москва, не мой родной город, не моя родная публика, то реакцию публики я начинаю ощущать не сразу, а уже сыграв одно-два произведения, я уже, допустим, в паузах, если в произведении наступает пауза, если в этой паузе, например, вся публика сидит, как одна мышка и совершенно не производит никакого шороха, и тут я могу ощутить, что да, меня слушают внимательные, публики, видимо, нравятся. то есть, да, я ощущаю публику, но не сразу. Как вы подбираете бесы к каждой программе? Это что-то спонтанное или все-таки как бы вы понимаете, что возможно, придется играть бесы и готовить их заранее? Конечно же, я думаю об этом заранее, потому что я стараюсь все-таки подбирать бесы так, чтобы они как-то сочетались с основной программой концерта. То есть, мне обязательно бесы должны быть того же композитора, допустим, которому была посвящена программа концерта, хотя, так я тоже часто делаю, но как минимум я стараюсь выбирать бесы так, чтобы они не конфликтовали с программой концерта. То есть, грубо говоря, после Шуберта, наверное, я не стану играть бесы из Гершлина, скажем так. Хотя я больше композиторов люблю, но все-таки я думаю о сочетаемости, поэтому да, конечно, я о бесах думаю заранее. Как много бесов можете исполнить после концерта, когда уже все, устали, отыграли два деления по 45-50 минут, а публика все вызывает и вызывает? Ну, вы знаете, после концерта обычно физически я не чувствую усталости. Мне кажется после выхода со сцены, что я могу еще раз сыграть этот же концерт. Это, скорее всего, иллюзия, потому что голова-то устает все-таки. Но физически я усталости не ощущаю, поэтому могу играть еще очень долго. обычно бывает минимум два беса, бывает и три, и четыре, и больше, но вот два уж как-либо. А после концерта, когда эмоции перехлестывают, как любите провести время именно после концерта? поужинать. в принципе, то есть поужинать и может быть за разговором с близкими людьми, и это как-то развеивает меня и снимает напряжение, снимает эмоции лишние. Как много у вас сейчас концертов, когда пандемия? Играть или все-таки больше, или как раз спасает сейчас педагогика? Ну, вы знаете, отчасти, да, педагогика выручает. Конечно же, какое-то количество концертов у меня отменилось в этом году и пока что и в будущем году тоже, но в каком-то смысле мне повезло, что в России не полностью были отменены концерты и многие концерты все-таки проходят и вот в течение осени у меня было несколько концертов и сольные, и камерные, и еще планируются концерты на вторую половину текущего концертного сезона. То есть как-то это в основном да, в России, конечно же, и это помогает поддерживать какой-то тонус художественный, творческий, концертный. Ну, да, есть, конечно же, отмененные концерты, и это не улучшает настроение, разумеется, в Москве разрешено всего 25% от наполненности зала, и если раньше, сначала было 50% от заполняемости зала, и многие писали, что вот раньше это было ощущение, что вот пришло всего половина, ползала, теперь и вообще четверть зала, что раньше для организаторов и вообще казалось нонсенсом. а вот для вас, для музыканта, есть ощущение, когда вы играете вот перед пустым залом или перед полным залом? Насколько это разные, разные ощущения? Да, разумеется, есть разница, и это разница не только в том, выражается, что когда ты выходишь на сцену, кланяться, ты видишь перед собой 100% либо 25% в зале. Это тоже, конечно, влияет на ощущение того, что ты никому не нужен. Это, конечно, не так, но первое ощущение, что как-то мало пришло народу. Даже если умом понимаешь, что это всего лишь средства ограничения из-за коронавируса, в первую очередь на меня, по крайней мере, здесь влияет англостика, потому что зал, заполненный на четверть, представляет из себя совершенно другой зал, чем зал, заполненный полностью. И здесь просто когда ты слушаешь, сидишь с залом и правда слышишь эхо из зала, которое гораздо более сильное, чем эхо из того зала, который полностью заполнен, это влияет на тебя, это заставляет даже немножко как-то иначе играть. Поэтому это почти интуитивно, инстинктивно происходит, но да, это происходит. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был известный российский пианист, доцент Московской консерватории Сергей Кузнецов. Сергей, я благодарю вас за интересную беседу, что нашли время для нас. До новых встреч, приезжайте к нам в Ригу с концертами. С большим удовольствием спасибо, Елена. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова